Управление капитального строительства было создано в 1968 году. Тогда это был отдел капстроительства исполкома городского совета народных депутатов Свердловска, 44. 30 лет назад, летом 1993 года, отдел переименовали в Управление. В 2023 УКС, как мы привыкли его называть, встречает свой 55-летний юбилей. Мы все знаем, что как минимум половину города построил УКС. Это детские сады, школы, дороги, дома в городе и в сельских населенных пунктах. Только за последние несколько лет УКС осуществил важные проекты, среди которых реконструкция аллеи молодежи, бульвара Кикойна, Комсомольского Арбата, проектирование детских игровых площадок, строительство инженерных сетей и дорог, освещение городских и сельских территорий. На самом деле всего не перечислить. Сегодня мы расскажем, чем живет одно из крупнейших предприятий Новурайского округа, какие проекты сейчас осуществляет, а главное, какие люди там работают. Ведь, как известно, главная ценность любого предприятия – это его кадры. 46 человек – это коллектив управления капитального строительства. Три главных масштабных направления работы. Основное – строительство и капитальный ремонт объектов Новурайского городского округа. Данная деятельность у нас также подразделяется на три больших направления. То есть это у нас проектирование объектов своими силами. Это у нас занимается проектный отдел. В данном случае из больших проектных работ – это у нас жилые дома деревни Починок. Это у нас основная масса работ по благоустройству территорий. Это работы по выполнению проектных решений на устройства стоянок и парковок на дорожной сети города. Здесь также у нас проектный отдел очень много сил и времени уделяет. Это проектирование и оценка технической возможности и проектирование доступности инвалидов. Это все пандусы в городе, которые у нас идут в многоквартирных домах. Итак, идем в отдел проектирования. Работа здесь завязана на идеях самих жителей. Нужно спроектировать такой объект, чтобы он понравился всем. Начиная от комитета по ЖКХ и жилищной политике администрации округа и заканчивая жителем Новорайска. Удивительно, но здесь этим сложнейшим делом занимаются молодые сотрудники. Молодые, но уже зарекомендовавшие себя. К примеру, вот эта прекрасная сотрудница Мария Попова спроектировала всеми любимый комсомольский арбат. Вот это вы прям чертите все сами? Ну, это не за карандашом, это совсем-совсем. Это очень-очень такое. У нас сейчас... Нет, я понимаю, но сейчас это все в программе делается. А вот так вот оно выглядело тогда, когда мы начинали. Вот что вы последнее такое спроектировали из крупного, интересного? Расскажите. Улица Комсомольская. Этот наш комсомольский арбат, который мы привыкли называть, да? Да. Ну, это же круто. Он же, по-моему, всем нравится это место притяжения, совершеннейшее горожан. Ни одного недовольного не встречала. Очень классно. Спасибо. Над чем сейчас работаете? Ну, пока ищу идею для пляжа. То есть пляж будет реконструироваться, да? По-новому? И... Да. Да. Вот идея. Ну, вот что, там что-то есть уже интересное? Давайте вот расскажем, что можно. Ну, одну какую-нибудь деталь. Какая секрет. Да. То есть вообще никак. Да. Ни одного секрета нам Мария не открыла. Может, это и к лучшему. Увидим сразу большой красивый проект городского пляжа. Ну, а в целом, дома в сельских населенных пунктах, парковки, дворы, многое другое, вот чем занимается отдел проектирования. Здесь создают цвета, геометрические фигуры, измеряют расстояние, делают все, да, именно красиво, чтобы радовался глаз. Вот что делают архитекторы управления капитального строительства. Следующее большое направление работы – проектные работы, выполняемые сторонними организациями. Здесь УКС выступает в роли заказчика этих проектных работ. Дальше мы ведем работу уже именно с этим проектировщиком. То есть направляем его в нужное русло, в нужное русло, потому что на стадии написания задания на проектирование наш отдел подготовки производства, он уже фактически в голове у себя эти объекты построил, точнее так, запроектировал, а потом уже и построил. Идем в отдел подготовки производства работ. Его начальник Ольга Геннадьевна Оськина работает в УКСе более 20 лет. В ее отделе занимаются подготовкой проектной документации, по которой реализуются планы администрации Новорайского округа. Когда городу возникает какая-то необходимость или желание что-то построить, реализовать, то в первую очередь задача спускается в наш отдел, в отдел подготовки производства работ. Здесь мы собираем все исходные данные и начинаем работать с проектной организацией. То есть мы определяем согласно 44 ФЗ и работаем уже непосредственно с проектной организацией. Мы, то есть фактически все пожелания нашего города мы оформляем в документацию, в задание на проектирование называется, и уже выставляем все требования, что мы должны в итоге получить. И потом уже непосредственно работаем, мы проходим государственную экспертизу, мы получаем технические условия, то есть все необходимые мероприятия, которые необходимы, чтобы запустить этот объект в жизни. Работают в отделе, и это без пафоса. Поистине уникальные люди, случайных здесь нет. Можно сказать, что кадры – это штучный товар. Где я должна учиться, чтобы попасть к вам в отдел, к примеру? Вы должны закончить, потому что у каждого специалиста есть своя специализация. У нас есть, например, Виковцы, то есть специалист по водопроводу и канализации, то есть он учится на своей специализации. У нас есть инженер-строитель. Как правило, в принципе, желательно, чтобы в наш отдел приходили уже люди с опытом. И вообще, в принципе, это специфика управления капитального строительства. Люди к нам должны приходить все-таки с опытом, с наработками, да, со своими уже знаниями профессиональными. Потому что работа управления капитального строительства, она фактически такая, что мы работаем тоже с грамотными и опытными людьми, но мы должны быть умнее. Если просто, мы должны быть умнее, потому что мы работаем с специалистами, они нам свои какие-то вещи предлагают, мы с ними соглашаемся, не соглашаемся, но не соглашаемся мы всегда должны, всегда обоснованно. То есть законодательство, нормативные документы, и работаем мы в рамках закона. В отделе подготовки производства есть еще один, как говорят, стажист. Светлана Львовна Сапко. Под ее чутким руководством был построен ФОК из последнего. О, серьезно? Да. Это да. ФОК. Аллея молодежи 2. Правильно? Аллея молодежи 1. Правильно, да? Ага. Сейчас, ну, два-то тоже ведь ваши? Вот, я говорю, то есть принимается вот эти вот... Человек просто незаурядного мышления. Ну, это надо полагать, потому что иначе... Опыт работы просто, просто большой. Одно из самых сложных направлений – само строительство объектов, когда УКС – заказчик этого строительства. Почти все социальные объекты в Новорайске строились под надзором УКСа. Это строители, задача которых построить объект как можно ближе к разработанной проектно-сметной документации. Любое время года, оно для строителей, в нем всегда есть какой-то маленький отрицательный нюанс, то есть и... Ну, поэтому мы все привыкли. Поэтому День строителя мы отмечаем широко, с размахом. И, еще раз повторюсь, это три праздника существует. Это у нас День Победы, Новый год и День строителя. Все остальные праздники – это сопутствующие этим трем. Коллектив управления капитального строительства – это один из самых высокообразованных коллективов в городе. Все должности с приставкой «инженер». 90% – люди с высшим образованием и огромным опытом работы именно в строительной сфере. К примеру, весь, да абсолютно весь город передает данные ей – Ольге Владимировне Ерофеевой, начальнику планово-сметного отдела. На ней – планирование строительных объектов, их финансирование, планирование строительных смет. Здесь, в ее кабинете, сходятся в одной точке пожелания и строительные планы с фактическими финансовыми возможностями. Удивительно красивые женщины работают, и молодые, и настолько в сузской специальности. Мне кажется, это мужские специальности, и мужской склад, наверное, ума должен быть. Нет? Ни один мужчина на этих должностях не удержится. Серьезно? Ни один. Ни у одного из нас, ну, это мы говорим про мужское население, то есть. Ни у одного из нас не хватит терпения. Вот это с такой скрупулезностью, с точностью, независимо от внешних факторов, сводить эти цифры, сводить эти планы, писать отчеты. На сегодняшний день я работаю 29 лет. 29 лет? В Уксе. Вот это да. Вот картинка, что вы делаете? Сейчас, например. А сейчас я как раз занимаюсь снятием замечаний по нашему любимому объекту – центральный стадион. Замечаниями министерства. Вот это к вопросу, да, когда в городе говорят, что у нас ничего не делается, вот это все стоит, оказывается, это все делается. А Ольга Владимировна, какой месяц подряд бьется с двумя министерствами? С двумя министерствами бьется. С одними, с другими. Планово-сметный отдел. Сметчики здесь занимаются ценообразованием, сопровождением строительных объектов, составляют сметы, расчеты стоимости работ, калькуляции, оформляют документы на выполненные работы. Результат работы сметчика – своевременное и полное получение денег за выполненные работы. Здесь та работа, которая мирному жителю непонятна от слова вообще. То есть, если принять работу, это еще всем понятно посмотреть, то, причем здесь сметчики. Если ПТО выполнила объем работы, установлено 100 метров бордюра, да, то есть и так все понимают, что 100 метров бордюр. Зачем сметчики, да? Зачем? Вот. 100 метров бордюра посчитать может любой. А вот определить, сколько стоит 100 метров бордюра и как оформить вот эти вот 100 метров бордюра, чтобы отдать на оплату в бухгалтерии, это могут только они. Главный экономист отдела Владимир Олегович Сычугов. Тоже профессионал. Каких мало, с огромным опытом и глубоким пониманием сути своей работы. Ну, то есть, у одного объекта может быть несколько маленьких объектов, да? Там может быть водопровод, который мы передаем водоканалу, теплосеть, которая подогрейки, да, или там теплосети. Потом, значит, кабельные линии, да, подключения, которые тоже там кто обслуживать будет, передаем. Ну, то есть, получается, что, когда здание построили, у него, получается, несколько, без одного большого, как бы, проекта, да, получается, несколько объектов, которые будут обслуживаться уже разными организациями, да, и поэтому надо, чтобы каждому досталось определенное... Своё. ...на обслуживание, да, каждому по серьгам. Михаил Михайлович Кондрич, начальник отдела по сдаче объектов. Сейчас вся документация, вся взаимосвязь со стройнадзором, сбор документов для эксплуатации – всё это на нём. Сам Михаил Михайлович более 30 лет отдал строительству. За его плечами опыт, который есть не у многих. Ветеран строительной отрасли. И он продолжает работать. Это и есть настоящий наставник, советчик, надёжный тыл. А пришёл он работать сюда в 1993 году по приглашению своего сокурсника Анатолия Никуленко, который был тогда начальником отдела капстроительства. И вот как раз в этот период начало нарастать. В городе оставалась часть, будем говорить, налоговых отчислений. И, в общем, бурно пошло строительство. Ну, после этого, поэтому пригласили. И мы где-то, в марте я пришёл. И в середине лета мы уже подготовили документы, и ОКС превратился в ОКС. Управление. Это управление. Это стало управление. Ну, в общем, попутно пришли. Набрали мы кадры, потому что программа стала, ну, миллионов где-то под 600-500. Ну, в общем, надо было разрабатывать. Вот так вот примерно. Строили, строили, строили. Строили, строили, строили. Затем из основных заказчиков строительства уходит сначала завод ЗИЛ, потом СПАУ-СУС. Тогда ОКС подхватил все недостроенные объекты. В 95-м или 96-м мы почти 10 домов довели до УМА, которые начинали строить не мы. Это был как раз вот этот 21-й микрорайон. Ну, вот такая вот. А какие ещё вот крупные объекты при вашем непосредственном участии? Ну, во-первых, КСК. Мы с него начинали в своё время. Ну, съездили тогда в Швецию оборудование, посмотрели вместе с проектировщиками, подобрали его. Жильё в основном, соцкульт-быт, садики, начиная с 21-го микрорайона, уже 15 или 20 лет. Потом садик у нас с вами в 20-м микрорайоне. В общем, три садика мы построили. Школу 40-ю построили. Ну, последняя, да? Ну, последняя, да. Ну, вот так, на вскидку. Можете сказать, что Михаил Михайлович ваш наставник? Я. Нет? Ну, вот сейчас на Вианолке там всё равно. Конечно, то есть, можно сказать, Михаил Михайлович может меня и не помнить. Но я точно знаю, что когда он работал в ФСА, ему свой объект я передавал. На тот момент, то есть, как бы, я был прорабом одной строительной организации, передавали социальный дом на Ленина, который был. Михаил Михайлович его принимал. Принимал сразу? Да, мне очень понравилась его передача ему, потому что, я почему говорю, потому что, скорее всего, он тогда объектов принимал много, и молодых прорабов их всегда тьма. Я подготовился к передаче, там, начертил, нарисовал, сосчитал поддоны на плане, всё нарисовано. Ходил, носился, Михаил Михайлович показывал, а он просто вот как истинный строитель. Не переживай, не переживай. Я вижу, у тебя всё сосчитано. Всё примем. Посмотрите, это уникальные записные книжки Михаила Михайловича. В них год и количество построенных объектов. В какие-то годы оно доходит до ста. Невероятно. Всё хранится у ветерана строительной отрасли. Все сведения, все знания. Вот что значит «человек старой закалки». Юлия Юрьевна Корнева возглавляет юридический отдел УКСА. Мы закончили все УПИ, стройфаки, там, разные, там, стройфаки других, других этих. Юлия Юрьевна совсем не такое образование. Совсем юридическое. Совсем юридическое, да. А на сегодняшний день, то есть она, да, то есть она равне с нами сидит и… И всё понимает, что самое интересное. И всё понимает, что, считая техническую документацию… Что бедные строители хотят сказать. Мы же всё понимаем. Мы, строители, понимаем всё. Мы только в суде сказать не можем. Да, мы обладаем только терминами теперь уже. Мы знаем, как эти термины называются, как расшифровываются. Но в помощь, конечно, берём технических специалистов. Второстепенных структур в управлении капитального строительства нет. И юристы, и бухгалтерия – все они обеспечивают основной процесс. Все они завязаны вокруг строительства, все имеют высокую квалификацию. Ну и сам начальник Дмитрий Викторович Добрынин, как и практически весь коллектив УКСА, начинал давно. В 1993 году. Дорожным рабочим на строительный сезон на комбинате благоустройства. Это была летняя подработка студента УПИ. Асфальт – это моё было родное. Поэтому я отработал там один месяц. Понял, что это работа высокооплачиваемая и очень интересная. Остался на второй месяц. Исходя из того, что мы начинали учиться не как все люди, а с 1 октября, то есть я мог, мог, ещё имел возможность, ещё и закончить строительный сезон. И получить премию по итогам сезона. Я помню свои. Это дворы, домов Комсомольская 16А, 16Б. Это реконструкция перекрёстка Гагарина-Ленина. Вот в этом году мы её проектируем с заменой моста. А вот там сколько-то, 25-30 лет назад, то есть я там асфальт перекладывал, как сейчас помню, как это было. Это замена асфальтового покрытия улица Победы. Это во дворах, где малыш, замена асфальта. Ну то есть мест было очень много, то есть работа была интересная. По окончанию института работа в комбинате благоустройства, потом уже после армии на Уральском электрохимическом комбинате, а затем в ООО «Корвет» прорабом. В рамках этого предприятия занимал должность прораба, был на должности прораба объекты, объекты тоже как бы понятные там. У меня жилые дома, микрорайон 15, два панельных дома, то есть изучение технологии строительного производства, панельного домостроения, то есть это последние дома, которые строили, замечательная технология, то есть есть что вспомнить. Потом при моем непосредственном участии реконструкция ДК ВХК со всеми, то есть там очень интересная работа была, там я как сейчас помню, в мае месяце мы вышли на объект, вступили в график работы 12 на 7, и 30 декабря мы объект сдали. Вот все лето, не помню какой год, я провел вот на улице Крупской. Последний мой объект в должности прораба, это я пробивал дорогу улицу Ленина. То есть взрывные работы, взрывные работы, когда мы соединяли Ленина и выезд на Амбрузинку. То есть вот это вот убирали эту гору, последние взрывные работы в городе, в черте, в городской черте, также мне удалось застать. Самого простого рабочего до прораба, затем до руководителя завода Новокор, главного инженера УКСа, а три года назад и до директора управления капитального строительства. Весь путь от и до, с самого низа, и здесь все такие. Итак, мы прошлись по всем отделам. Стало ясно, чем живет и как работает управление капитального строительства. Что можно сказать? Сложно, невероятно сложно, ответственно, трудоемко, масштабно. А вот чем живет и дышит УКС сейчас? Один из самых крупных проектов – путепровод. Таких объектов УКС еще не делал. Поэтому для нас сегодня разобрать его – это один интерес. Собрать обратно – это второй интерес. То есть объект очень интересный, объект очень интересный, очень сложный в плане организации работ, очень сложный в плане отношения к этому объекту жителей, потому что мы же все являемся жителями, и если вы не можете выехать из этого города, то есть в пробке не стоите, значит, и я в этой пробке стою вместе с вами. Конечно, я табличку УКС не вывешиваю, чтобы мне вопросов не задали, мне быстрее выехать. Но я наших жителей понимаю категорически, потому что по-другому нельзя. Следующий крупный объект – аллея молодежи, второй этап. До этого была замена водопровода, потом один участок сделали, все подрядчику отдали, он ведет. То есть работы по аллее молодежи, они идут в графике, подрядная организация снова молодцы. Здесь что могу сказать? То есть мы являемся заказчиком строительного производства, наши подрядчики – это строительные компании. Так вот, ни мы, ни они друг без друга жить не можем. Как бы мы друг к другу не относились, потому что за нами остается идея подготовка документации, строительный контроль, а за ними само строительство, то есть организация строительного производства и попытка, как я всегда говорю, попытка выполнить свой объект максимально близко к разработанной проектной документации. Почему строительный контроль важен? Потому что все строители в душе однозначно экспериментаторы. Однозначно. То есть мы все, мы все не согласны друг с другом, мы все хотим ускориться, мы все хотим что-либо заменить. И если мы будем знать, что за нами не будет никакого контроля, то здесь нам всем начнет вести. Из недавних крупнейших замена тепловой сети подолеет трудовой славы. Мы вскрыли тепловую сеть, мы посмотрели, как наши деды выполнили лотки, подсокали языком, постучали молотками по ним, сказали, молодцы, претензий к старшему поколению нет. Мы оставим это все. Мы заменили железобетонные крышки лотков, ну потому что на всякий случай, случаи бывают разные, и современные лотки, они все равно соответствуют требованиям. То есть мы немного ее же перепорфилируем. Аллею трудовой славы заменили трубы, выполнили современную тепловую изоляцию, опрессовали и так далее, закопали. Закопали, сейчас у нас грунт стоит, промачивается дождями, уплотняется, доходит до степени естественного уплотнения. Мы планируем в этом году, вот сейчас планируется конкурс на благоустройство аллеи трудовой славы, контракт двухгодичный, мы начнем в этом году, а закончим, планируем закончить в августе 24-го года. 24-го года, и мы миссию, этап своей миссии от Кругового до Комсомольской мы закроем. Мы все с вами знаем, что самой первой на Земле профессией стала профессия строителя. Во все времена на любом участке земного шара человеку для выживания необходима крыша над головой, для защиты от холода, зноя, снега, дождя, диких животных, строить, благоустраивать, созидать. Согласитесь, это созвучные по смыслу слова. Новорайские строители, работники управления капитального строительства создают облик города, делают его уникальным, не похожим ни на один другой город на Земле. Впереди у них еще не менее серьезные проекты и задачи. Пусть профессионализм и ответственность, увлеченность выбранным делом год от года помогают нашему Новорайскому округу становиться все прекраснее. С такими людьми наш город в надежных руках. Субтитры создавал DimaTorzok